МАХМУД АБАС Председатель палестинской автономии в очередной раз отказался от переговоров, разочарованный тем, что евреи не собираются покидать эти места. Действительно, и чего они держатся за эти каменистые холмы? Транссамарийское шоссе, по которому движется наш автобус, евреи называют еще дорогой праотцов. На севере – древний Шхем, где Аврам, придя в Ханан, построил первый жертвенник, где позже был похоронен Иосиф, сын Якова. На юге – библейские городки Бетель и Шело. Да и весь этот горный район к северу от Иерусалима получил название от города Самария – Шамрон, 9-8 веке до н.э. столицы Северного Израильского царства. Но несмотря на Библию, историю, артефакты, Самарию и прилегающий к ней с юга Иудею исконными именами называют только в Израиле. Для всего остального мира – это западный берег реки Иордан. Так эти земли назвала Транссордания, которая в 1948 году, перейдя реку Иордан, их захватила и аннексировала. Аннексию эту никто в мире не признал. То есть территории Иудеи и Самарии, которые занял Израиль в 1967 году в ходе шестидневной войны, не принадлежали никакому государству. Поэтому Израиль не согласен с определением «оккупированное», настаивая на международном термине – «спорная территория». На спорных территориях после 1967 года возникло более 150 еврейских поселений. Все построены на месте возрожденных древних еврейских городов и поселков или рядом с ними, на незаселенных арабами землях. На территории регионального совета Шамрон в 30 поселениях живут примерно 30 тысяч израильтян. Арабские деревни с плоскими белыми домами и минаретами иногда почти соседствуют с красными черепичными крышами еврейских поселений, окруженных каменным или проволочным забором и закрытых мощными воротами. Но до 1993 года, то есть до начала мирного процесса, такая охрана была не нужна. Мы спокойно гуляли и делали покупки у арабов в шхеме. Арабы работали у нас. Была полная гармония. Все завралось после подписания договора ОСЛА. Арабы сидят у себя. Мы у себя. Дошло до того, что мы сделали для себя проект канализации и предложили арабам к ней присоединиться, чтобы не загрязнять землю. Но палестинская администрация отказалась присоединяться к еврейской канализации. После интифады Алякса в Иудее и Самарее были демонтированы многие блокпосты. Они остались в основном в районе Стены Безопасности и на основных дорогах, ведущих на территорию Израиля. Эти и другие послабления палестинцам стали, по мнению руководителей регионального совета, причиной страшного теракта в поселении Итамар в марте прошлого года, потрясшего весь Израиль. Двое молодых палестинцев из соседней деревни Аварта перелезли через забор, проникли в дом, где жила семья Фогель и убили родителей и троих детей. Семья Фогель поселилась в Итамаре в 2009 году. Это их второй дом. Из первого в поселении на Царим в Газе их изгнали вместе с другими евреями в 2005 году. У жителей Итамара были неплохие отношения с соседями. Арабы из Аварты раньше работали в поселении, и двери в доме семьи Фогель в тот страшный вечер были не заперты. Сильный шок был еще и от того, что все это произошло в достаточно спокойное, мирное время. Помощь по преодолению посттравмы была оказана всем живущим по соседству семьей Фогель, особенно детям. Но мне неизвестно о том, что кто-то после этого покинул поселение. Наоборот, прибыли новые семьи, часть из них, чтобы поддержать жителей Итамар, часть – без всякой связи. Основатели Итамар, репатрианты из Бруклина Мушейла и Гольшмид с горечью вспомнили, что после убийства Фогелей поселенцы не дождались соболезнований от президента США, не услышали осуждения от ООН и Евросоюза. Зато на следующий день их приехали поддержать российские туристы. Итамару помогают многие американские, еврейские, христианские организации. В поселении Итамары – это не первый теракт. В 2002 году здесь были убиты семь поселенцев, включая трех детей. В 2004 – еще один. «Но мы не уйдем из Итамары», – заверила Лея Гольшмид. «Нельзя отдавать землю предков. Новые уступки только поощряют убийцы бандитов». Она рассказала, какой у Итамаре выращивают прекрасные винограды маслины, как ухаживают за курами и овцами, похвасталась изумительными местными йогуртами с сыром, которым угощают гостей в сельской таверне Оламегевон. Здесь с журналистами встретился и министр информации Юлий Дельштейн, сам, как известно, живущий на спорных территориях Виудеи. Каким видится с высоты правительственного Олимпа будущее таких поселений, как Итамар, других небольших поселений Самарии, Шамронок? Когда семья Гольшмид, с которой мы только что встречались, мы, иностранные журналисты, которые здесь присутствуют, говорили о том, как они приехали сюда 26 лет назад, они описывали несколько караванчиков, запущенную землю, на которой кроме колючек ничего не было. Сейчас мы все с вами видим, что здесь школы, дома, которые, как мы прекрасно понимаем, будут стоять здесь вечно. Поэтому я думаю, что и судьба Итамара, и судьба других общин еврейских в Иудее и Самарии, она в хороших руках, и будем надеяться, что никому не удастся испортить их будущее. Добавим, и в надежных руках Цагала. Несмотря на теракт в Итамаре, последние два года, по оценке специалистов, в Самарии беспрецедентный уровень безопасности. И главный фактор – безусловно присутствие армии. Все еврейские населенные пункты, охраняемые и самими жителями, и Цагалом, это по договору Осло, контролируемая Израилем зона Си. Зона Би находится под административным палестинским управлением, но с совместным контролем безопасности. Города и деревни под полным управлением палестинской администрации, относятся к зоне А, но при необходимости Цагал заходит и сюда. Это не позволяет создавать крупные террористические сети. Если бы не армия и 300 тысяч поселенцев-израильтян, в Иудее Самарии давно бы хозяйничал Хамас, Кавгази. И тогда гадать не нужно. Вот он весь гуждан, как на ладони, с талививскими высотками на горизонте. И открывается этот прекрасный вид с горки поселения Алфа-Иминаши в Самарии. Эти горки из-за их стратегической важности называют самарийскими галанами. Отдай их, и аэропорт имени Бангуриона, да и весь центр Израиля постигнет участь Дерота и Ашкелона. Здесь Самарии тоже мало не покажется. Не только евреям, но и самим палестинцам. Вид работа в поселениях кормит многие арабские семьи. Индустриальная зона Баркан, созданная в 1982 году, сейчас одна из крупнейших в Израиле. Примыкает промышленный парк к одноименному городу Баркан, который 30 лет тому назад основали и построили репатрианты из Ленинграда Анна Хиран и архитектора Виктора Богуславский. В промышленной зоне Баркан 140 предприятий. Здесь работают 6000 рабочих, половина израильтян, половина арабов. Все довольны хорошими условиями труда, приличной зарплатой. Палестинцам намного проще получить разрешение на работу здесь, в Баркане, чем внутри зеленой черты, в Израиле. Если кто-то хочет увидеть мирное сосуществование в Израиле, то его можно найти здесь, в Баркане. Мы здесь одна семья. В праздники я привожу сюда всех своих родных. Вместе ездим отдыхать. Давать работу арабам – это политика местных предпринимателей, призванная создать нормальную атмосферу и снизить напряженность в регионе. На заводе «Липске», выпускающем всякую бытовую пластмассу, арабские рабочие неплохо освоили современную технику и компьютеры. Я работаю здесь пять лет. Выполняю разные работы. Прежде всего, я электрик. Я также слесарь. И отвечаю за работу этой машины. Здесь много арабов работает. Есть арабы, евреи, есть и русские. Ладим, разговариваем. Вместе ездим на экскурсии, вместе обедаем. У меня семеро детей, шесть сыновей и дочь. Все учатся, а двое младших еще в школе. В семье вы один работаете? Да, один. Это значит, что одной вашей зарплаты хватает? Хватает, слава богу. Мы получаем хорошую зарплату. Эта зарплата как минимум в три раза выше той, что палестинцы могут заработать у себя. Более того, налоги с нее идут в казну палестинской автономии. Но это не мешает администрации Махмуда Аббаса при поддержке израильских и европейских левых бойкотировать еврейско-арабские сидения для унитазов. Сейчас палестинская автономия бойкотирует израильскую продукцию, выпускаемую в еврейских поселениях в Иудее и Самарии, включая Баркан. То есть палестинская администрация запрещает своим жителям покупать или продавать эту продукцию. Очень жаль, так как наши предприятия обеспечивают палестинцев работой. Год тому назад палестинский премьер-министр попытался вообще запретить арабам работать в еврейских поселениях. Но в итоге у нее ничего не вышло. Он не смог найти для них другую работу. И люди продолжают трудиться. Да, кормить свой народ вожди из Рамала еще не научились. Взрывать не строить. Кстати, работа в промышленной зоне Баркан не прекращалась даже в разгар второй антифады. Когда есть блокады территорий, нам нелегко. Но день-два, и мы возвращаемся работать. У нас есть разрешение. Проходим блокпост и все. Когда есть Баркан, неважно где, даже в Европе, закрывают шоссе и никого не пускают. А если происходит теракт или что-то такое? Это болит всем. Никто этого не хочет. Болит всем. Ты знаешь, теракт или взрыв не различают, где арабы, где евреи. У меня пострадали родственники в Израиле. Было тяжело. Нет сомнения, стремление Израиля сохранить за собой Иорданскую долину, Иудею, Самарию – это часть борьбы за весь Израиль. Именно весь Израиль, от реки и до моря, и есть суть конфликта. Что бы ни твердили палестинские вожди о поселениях и тому подобном. При таком раскладе в обозримом будущем политический мир недостижим. Но ведь реальный мир на самом деле – это не церемония на зеленой лужайке и подписанная бумажка. Это отсутствие войны и практическое взаимовыгодное сотрудничество. И вот как раз второе вполне достижимо, если ему не мешать. Субтитры создавал DimaTorzok